Над ночным Стамбулом В Стамбуле представитель Народно-Республиканской партии Крем Имам-Углу с небольшим отрывом опередил своего соперника, соратника Эрдогана и бывшего премьера Турции Бен-Али Илдерыма. 17 апреля Имам-Углу вступил в должность мэра. Мы вернули себе свободу. Теперь будущее будет светлым. Наши дети тоже увидели свет. Система образования была сломана, теперь это исправят. Экономика была в плохом состоянии, теперь это исправят. Демократия теперь в наших руках. Как пишет Нью-Йорк Таймс, узнав о результатах стамбульских выборов, президент страны Раджеп Ардоган был в бешенстве. Он начинал свою политическую карьеру с этого поста в середине 90-х, и его сторонники с тех пор всегда выигрывали выборы в Стамбуле. Партия справедливости и развития протестовала результаты голосования в городе. Мы рассматриваем это решение как лучший шаг, который укрепит нашу волю к решению проблем в рамках демократии и закона. В результате местных выборов, которые 31 марта прошли по всей Турции, правящая коалиция в целом победила и набрала 51% голосов. В основном за нее проголосовали жители регионов, в частности, религиозная часть населения. Основная оппозиционная сила Народно-республиканская партия одержала победу во всех крупных городах страны, которые остаются преимущественно светскими. Выборы состоялись, и люди приняли решение. Неуважение к воле народа заставляет нас сомневаться в законах и юристах. Это просто коллапс демократии в Турции. Предстоящий процесс обречен. Все будет еще хуже. Он не может узурпировать свободную волю людей. Он не может отстранить избранного мэра от власти. Граждан раздражает ограничение прав человека, насильственное внедрение религиозных принципов в образование и государственную службу и усиливающийся экономический кризис. За прошлый месяц турецкая лира уже потеряла 10% стоимости. Из-за отмены результатов выборов она уже потеряла еще столько же. Это валютный шок, который негативно скажется на инфляции. Это не было бы проблемой, если бы экономика была в порядке. Но сейчас Центробанк не сможет удерживать инфляцию в запланированных рамках. За прошлый год курс турецкой лиры упал более чем на 30%. Эрдоган обвиняет в кризисе страны Запада и, в частности, США. Александр Косоткин. Настоящее время.